Хей, всем привет! Меня зовут Лиля, я Меджола Костилист, и я очень рада вас видеть на своем канале. У нас сегодня с вами будет большой распаковочный холл, плюс я вам покажу несколько классных аутфитов, потому что я решила хотя бы три для вас собрать из новых вещей. Правда, единственное, там есть брюки, которые мне нужно будет еще подшить, поэтому не следите строго. В общем, первое, что мне удалось купить, ребята, это антисептики. Каждый этот антисептик, они очень вкусно пахнут, практически не пахнут спиртом. Каждый раз, когда мне кто-то их пьет, там попробовать, такие, о, как вкусно пахнет, вкусно пахнет, поэтому... В общем, в Батн Боди Воркс еще есть антисептики, бегите, покупайте, и они дарят вас очень классные аутфитов. Это все к теме, не будем говорить про что. Следующее, что я вам покажу, это магазин Мохита, наверное, вы его знаете, у них есть интернет-магазин. Значит, первое, что мне там удалось купить, это вот такой вот ремень. Кстати, кто смотрит мой канал еще с прошлого лета, они наверняка помнят, что у меня был почти такой же ремень из Stradivarius, я покупала его в Дубае, суть в том, что я очень-очень-очень страдаю без молочного ремня, и когда я увидела прям точно такой же, какой он у меня был, думаю, его надо взять, потому что он у меня реально вот истаскался за... ну, за сезон, считаете, за лето, практически с ним осталось совсем все плохо, вот, поэтому я очень рада, что вот на лето купила себе такой вот пояс, он абсолютно обычный, стоимость его 699 рублей. Естественно, он завязывается на любую из этих штучек, посмотрю, как у вас стали, очень удобно, что не нужно делать лишние дырочки. Следующая вещь в этом магазине, я очень... мне понравилась эта вот штучка, это как бы цепь новомодная, но она сочетает в себе и такой вот жемчуг, очень неровный, и, соответственно, цепочку, мне она очень нравится. Стоимость была 699 рублей тоже. И еще одна покупка, это не натуральная кожа, вот, но, вы знаете, у меня в прошлом году, в прошлом сезоне были очень похожи и сары, примерно они выглядят точно так же, здесь там был неустойчивый тонкий каблук, просто именно молочного цвета я сейчас не видела нигде, даже на Asos, поэтому, как только я их увидела, цена у них я не помню, сколько была, но очень много, но рабочий, 4 размер, я купила прям очень довольна, сношу, точно буду все лето носить, 2200, о, 2199, да, они стоят, классный выглядят, абсолютно минималистичные, удобные, ну, в меру удобные, конечно, как они могут быть удобные с такими очень тонкими и натирающими ремешочками, но многие у меня лично привыкают, я буду их носить, потому что это для меня базовая обувь на лето. Так, следующая вещь, это магазин Reserved, здесь у нас вот такая вот шикарная просто рубашка, она сиреневая и мне нравится ее V-образный вырез, у нее сделано, сейчас вам покажу, у нее сделаны вот здесь вот такие вот выдачки, она приталенная, даже напоминает немножко по фасону жакета или пиджака от CELINE, который тоже приспорит, знаете, такой Наталья, и, ну, мне безумно просто нравится этот цвет, это, по-моему, цветативу просто идеальный цвет для меня, потому что с холодным подтоном, вот, короче, я прям буду носить, сейчас, может быть, для вас оставлю с ней пару образов. Образы с вещами, которые я вам хочу показать, будут в конце видео, так что обязательно дождите и досмотрите видео до конца. Следующая вещь, это магазин Litchi, там я просто обожаю, честно, просто все практически, но все у меня очень большой, как всегда, потому что рост у меня 153, но именно эти брюки мне понравились за счет их цвета универсального, абсолютно красивый кофейный цвет, эти брюки идут с защипами на очень высокой талии, как бы все, как мне нужно по рекомендациям для роста и так далее, и широкие брюки, палатцы, я их подрежу немножко, вот, и они будут у меня практически до пола. Пояс, естественно, мы заменяем на обычные пояса, поэтому, кстати, не сказала, стоимость этой рубашки, блузки, 1999 рублей, и стоимость брюк 3499, но они были у меня еще со скидкой по карточке. В общем, эти брюки мне безумно просто нравятся, сочетаются они просто совсем абсолютно, так что сейчас вы будете видеть с ним образы, но не садитесь с рук, потому что у меня еще не подшито. Следующий аутфит, он уже, как бы, у меня такой собранный на вешалке, я вам сейчас уже покажу его в конце видео на себе. Здесь невероятно просто жилетка, я давно о такой мечтала, и это жилет Манго, он стоил около, по-моему, 6 тысяч рублей, плюс у меня еще была скидка по карте, но суть в том, что он сделан из плотной костюмной ткани, фактически кровневого, как у пиджака, только, естественно, без рукавов. Понравился цвет коричневый, будет хорошо и на осень, и сейчас я буду носить, естественно, сочетательный, безумно просто нравится. И внутри у меня здесь вот такая вот кофточка, он слив укороченный, с вот таким корсетным кроем. Когда я вложила такую фотку в инстаграм, все мне очень понравилось, вам больше сейчас покажу, чтобы вам было понятно, что с ним такого интересного. И мне нравится очень, что он сочетается со всем, здесь такие красивые, немножко пышные рукава, при этом очень приятный, мягкий материал. Покупала в бешке, стоимость не помню, но не очень дорого, как-то, не знаю, 1200 или 1500, так где-то. В любом случае ссылки все на вещи, которые сейчас доступны, я оставлю в инфобоксе. Я поняла все ваши пожелания, я все учту, все ваши пожелания, которые вы пишете про видео, я все это учитываю, мотаю на ус, и буду, конечно, оставлять для вас ссылки, чтобы вам было удобнее и комфортнее, и чтобы вам было приятнее смотреть мои видео. Следующая вещь, она прям очень оказалась нашумевшая у меня в инстаграме. Это просто прям, ну, прелесть, скажите, прям вот весна, весна, и сразу тебе некие вирусы не страшны, и все хорошо, ну, по крайней мере, будем так себя настраивать, чтобы все было хорошо. Это кардиган из магазина Манго, и он укороченный, очень мягкий, очень нежный, мои любимые рукава, ну, поняли, да, V-образный вырез, пуговицы тоже обтянутые в тон этому кардигану, ношу прям часто, пока сейчас еще у нас покой-то позволяет, ну, и летом, конечно, тоже можно носить его, просто накинув какую-то футболочку, и будет прям с отличной, или даже просто на голое тело. Еще одна вот такая вот рубашка, она очень-очень большая, это магазин Must Have Moscow. Рубашка очень большая, прям гиперогромная, вот, мне этим она и нравится, я ее ношу либо под пояс, вот так вот, либо вообще ничего не забавляю, просто вот, когда мне хочется какого-то расслабленного аутфита. Следующая вещь, это просто моя любовь, это вот такое вот красивое пальто, укороченное в леопардовом принте, я показывала его уже в инстаграме, это бренд Сильваши, правильно читается, это российский бренд, безумно качественный, просто у них вещи интересные по кроу, я бы даже сказала, что они прям такие концептуальные, именно, и я прям довольна очень качеством, здесь 80% шерсти, 20% акрила, у них итальянские классные ткани, производство российское, как вы уже поняли, прям безумно горжусь, что у нас в России производят такие стильные классные вещи, и сам вот этот вот леопардовый принт, он очень сдержанный, приглушенный и очень благородный, знаете, такой именно не яркий, а с серым подтоном смотрится безумно просто стильно. Стоимость этого жакета, кажется, 10500. Следующая вещь, это просто черный плащ, черный плащ вот такой вот интересный, это кожный тоже бренд Must Have, он был со скидкой, у них, по-моему, сейчас в новой коллекции есть другие цвета, он оверсайзный на мне, смотрится невероятно, просто тоже стильно, круто, я бы уже успела подшить рукава, вот, потому что у меня были длинные, но я прям безумно довольна, сейчас вам покажу тоже в алтитах, в конце видео. Теперь перейдем к самому, наверное, интересному, это всякие штучки для дома, во-первых, это вот такой вот халат Виктория Сикрет, значит, я с ними сотрудничаю, для меня это просто огромная-огромная честь, я очень люблю бренд Виктория Сикрет, все их месты, ароматы, крема, белье и все, что связано с какой-то ночной одеждой, и халат этот просто волшебный, такой же еще есть черный, он с такими вот фаланами есть, и молочный, но вот я выбрала розовый, не знаю, мне кажется, он прям класс смотрится, освежает, вот, и прям довольна. Идем дальше, у нас здесь пакетик H&M, здесь на самом деле ничего такого сверхъестественного, я купила несколько раз за нождение, и я купила себе на день рождения, чтобы накрыть красивый стол, на принципе, что потом осталось, значит, у нас здесь вот такого цвета пшеницы, сена, я знаю, что-нибудь еще, красивая скатерть, она, по-моему, залена, это премиум квальт, да, это чистый лен, 145 на 350 сантиметров, она подойдет как бы на большой стол, или можно два раза сложить на маленький, в общем, я, очень мне нравится, как смотрятся такие материалы именно в интерьере, это смотрится реально очень уютно, и к этому я купила, чтобы, ну, сделать на середине, так сказать, стола, вот такой вот, называется, господи, полоска, или дорожка, как они так называются, в общем, вот такую вот еще мятную, красивую постилку, тоже положу это все вот так вот наверх, это будет очень красиво смотреться, в сочетании с новыми тарелками, которые я сейчас тоже покажу, будет просто волшебно. И покажу вам новые тарелки. Я купила в Кози Хоум, это мой любимый, на самом деле, магазин для дома, я там очень часто что-то покупаю, и в подарки, и себе, и мне кажется, что там, ну, очень красивые вещи. Еще там, кстати, очень классное твердое масло для рук, где-то, может быть, я вам оставлю здесь фотографию, оно нереально крутое, ступо, около 400 рублей, я вам его очень советую, оно для кутикулы, его берешь, оно так становится уже более маслянистым, более жидким, и это прям очень приятно, и запахи там просто волшебные, выберите себе свой. В общем, в тарелке, конечно, все не буду вам показывать, ну, потому что они почти все одинаковые, я вот купила разные размеры и разные формы, покажу вам просто их именно дизайн, вот так вот они выглядят, покажу поближе. У них прям легкий-легкий такой нежный пастельный голубой потон, то есть они не чисто белые, но мне очень нравится вот эта вот такая емочка с краем, и то, что они не совсем круглые, совсем ровные. И это я делаю несколько таких 8 штук маленьких, 2 побольше, и еще кругленькие, так что, в общем, мне кажется, смотрите, как красиво тоже сочетается, голубой такой потон с таким вот мятным, тоже с голубым-серым цветом, очень красиво. Сейчас я вам покажу образы, которые я составила из разных вещей, но, естественно, с теми, которые я вам только что показала, и с киньцами старыми вещами, так что поехали смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Спасибо вам за просмотр, я надеюсь, что вам понравился такой формат видео, напишите просто в комментариях, что вам понравилось больше всего, делать ли чаще такие рубрики-обзоры, и вообще просто я буду очень рада вашим комментариям, вашей поддержке моего канала, с каждым днём у вас становится всё больше, и мне просто прям дрожит сердечко от этого, мне очень приятно, вообще-то я очень сентиментально стала последним временем. В общем, я хочу вас поблагодарить за просмотр этого видео, я вас очень сильно люблю, заходите почаще, оставайтесь подольше, ваше видео. Спасибо за просмотр!